Думаю, мне здесь понравится. Дженна Артега Американская актриса, восходящая суперзвезда нового поколения, широко известная как главная героиня популярного сериала «Уэнсдэй». Она буквально взорвала соцсети невероятным готическим танцем, в одночасье покорив сердца десятков миллионов подписчиков. Это видео мы посвящаем талантливой и бесстрашной девушке, имя которой сейчас у всех на устах. Уэнсдэй Адамс. Как живет Дженна Артега и сколько она зарабатывает? Дженна Мария Артега родилась 27 сентября 2002 года в калифорнийском курортном городе Ла Кинто в долине Качелло в семье успешного бизнесмена мексиканского происхождения и медсестры с пуэрториканскими корнями. Нэтали и Эдвард Артеги соединили свои судьбы в очень молодом возрасте и сразу решили, что их семья будет большой и дружной. Их желание исполнилось в точности. Шесть очаровательных детей появились один за другим. Мэрайя, Айзек, Мия, Дженна, Алия и Маркус росли в любви, внимании и здоровой психологической атмосфере. Благодаря такой хорошей жизненной почве талант Дженны проявился уже в раннем возрасте. К шести годам девочка твёрдо знала, что станет актрисой и никем больше. Огромное впечатление на неё произвёл фильм «Гнев» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Сыгравшая в этом триллере дочь главного героя Дакота Фэннинг потрясла маленькую Дженну. Её мама, в свою очередь, очень внимательно отнеслась к этому порыву и записала видео с дочкой, которая потом разместила на Фейсбук. Сарафанное радио донесло весть о появлении артистичной девчушки агенту по подбору актёров, и он незамедлительно связался с артегами. При этом эксперт не обещал им сразу золотые горы, предложив для начала сняться в рекламном ролике. Так, в непринуждённой манере, рассказав о важности гигиены полости рта, Дженна впервые появилась на экранах в рекламе зубной пасты Колгейт. Ещё в её послужном списке есть телевизионные ролики «Макдональдс» и «Бургер Кинг». Через два года хождений по кастингам, наконец, стали поступать первые предложения о ролях в кино и на телевидении. Дебютом Дженны стала работа в эпизодах сериалов «Роб» с Робом Шнайдером в главной роли, «Место преступления Нью-Йорк» и «Дни нашей жизни». В 2013-м последовал опыт в съёмках полнометражных фильмов, в числе которых картина Джеймса Ванна «Астрал. Глава 2» и супергеройский фильм «Железный человек 3». В последнем Ортега сыграла небольшую роль дочери вице-президента, однако это было уверенным шагом в будущее. Затем юная актриса снялась в мини-сериале «Смертельные сказки», в семейных комедиях «Маленькие негодяи спасают положение» и «Бандит печенья», сериалах «Рэйк», «Знай, это всё, Нина» и нескольких других, а также озвучила мультсериал «По ту сторону изгороди». Но заявкой на будущую известность послужил телевизионный сериал «Девственница Джейм», в котором Ортега сыграла главную героиню в детстве. Вот так. А теперь попробуй придать ему прежний вид. Ну же. Давай, смелее. Я не могу. Всё правильно. Прошлое не вернуть. Тоже произойдёт, когда ты лишишься невинности. В 15-м году Дженна снялась в сериале «Богатенькие Ричи», в котором ей досталась роль подруги главного героя. И хотя критики разбили творение платформы Netflix в пух и прах, с этого момента она вплотную подобралась к главным ролям. Следом вышли такие фильмы с участием юной актрисы, как «Сильно запутанная тайна средней школы» и «Библиотекарь». А другая работа нашей героини заставила очень многих критиков внимательно присмотреться к миниатюрной брюнетке. На протяжении двух лет она была занята на съёмочной площадке комедийного сериала «Жизнь Харли», исполняя главную роль. Примечательно, что сюжет будто специально был подобран кинокомпанией Дисней для Дженны. Дело в том, что повествование ведётся от имени девушки Харли Диас, которая живёт в многодетной семье. В оригинале название звучит как «застрявшая посередине», намекая на очерёдность рождения. Дженна точно так же, как и её персонаж, родилась в большой семье и является средним ребёнком. Интересно, что в этом сериале прозвучало предсказание будущей звёздной роли актрисы. Надо сказать, что ставка продюсеров оказалась удачной, а сама Артега получила свою первую престижную награду «Imagine Awards», которая отмечает позитивное изображение латиноамериканцев в индустрии развлечений. Кроме того, её работу высоко ценили профессионалы из Дисней, и в 2016 году она получила предложение озвучивать одну из главных героинь – анимационные ленты Елена, принцесса Авалора. Её принцесса Исабель принесла ей не только несколько премий и номинаций, но и множество юных поклонников. Успех у этой аудитории закрепился в 2017 году, когда Дженну позвал сняться в своём клипе на песню «Чепстик» популярный американский блогер и певец Джейкоб Сарториус. Помимо того, что само по себе видео вышло очень лирическим, нежным и симпатичным, оно сопровождалось значительной поддержкой в СМИ и получило большую популярность. В это же время на публике активно муссировались слухи о романе Дженны и Джейкоба. Доподлинно неизвестно, были ли эти отношения в действительности или являются вымыслом пиарщиков. Также в списке потенциальных бойфрендов юной красавицы значились актеры Исаак Бресли и Ашер Энджел. Тем не менее, сама девушка отрицала все романы, которые ей приписывали. Вообще, она ревностно оберегает свою личную жизнь и просит своих подписчиков относиться к этому с пониманием. В 2018 году на экраны вышел фильм «Побег с Фионой» с Дженной в главной роли. В центре сюжета старая цирковая слониха, от которой планирует избавиться, поскольку у нее уже нет сил выступать перед публикой. Тогда находчивая дочь директора цирка, которую играет Ортега, решает спасти любимицу и отправляется вместе с ней в далекое путешествие. В следующем году актриса снялась в основном актерском составе американского сериала в жанре психологического триллера под названием «Ты». Ее героиня появилась только во втором сезоне и представляла собой надоедливую, подчас странно себя ведущую девушку Элли. В 2020 году Дженна приняла участие в работе над комедийным фильмом ужасов «Няня Королева Проклятых», сыграв одну из главных ролей. Съемки дались молодой актрисе ценой огромного стресса, ведь в момент, когда она влилась в коллектив, все уже были хорошо знакомы друг с другом, и ей пришлось перебарывать чувство неловкости и приступы паники. В этом же году вышел мини-сериал «Домашний фильм «Принцесса-невеста», который был снят актерами на свои смартфоны в период самоизоляции. Кроме того, Дженна отметилась работой в анимационном научно-фантастическом сериале «Мир юрского периода. Лагерь мелового периода», озвучив героиню по имени Бруклин. В 2021 году в прокат вышли сразу два фильма «День да», в котором партнерами по съемочной площадке для Дженны стали такие мастера, как Дженнифер Гарнер и Эдгар Рамирес, и картина, поднимающая актуальную проблему шутинга «Последствия». Сюжет переносит зрителя в один из дней обычной 16-летней школьницы Вады, которую блестяще играет Ортега. Девочке удается спрятаться в туалете, пока в помещениях школы происходит стрельба. Все происходящее она может только слышать. У начинающего режиссера Меган Парк получилось снять не просто драму на щепетильную тему, но и показать психологическую сторону трагедии. Само преступление занимает сравнительно немного экранного времени, тогда как открытые вопросы, как справляться ребенку с пережитым ужасом, встают во весь рост. Фильм заставляет задуматься о том, что тема посттравматического синдрома не до конца раскрыта в обществе. Создатели фильма виртуозно выводят на первый план ужас того, что после колоссального стресса мир, тем не менее, не останавливается. Жертвам нужно вставать и идти дальше. Что касается Дженны, то съемки не только показали ее как серьезную драматическую актрису, но и подсветили как тонко чувствующего человека. Дело в том, что у нее самой в жизни был подобный опыт. По ее словам, она сталкивалась с этой угрозой, пока училась в младшей школе. Тогда дети сидели в классе вместе с учителем и в шоковом состоянии могли спрашивать лишь одно – неужели это происходит на самом деле? Любители пощекотать себе нервы в начале 22-го года смогли не только насладиться возвращением легендарного фильма Крик-5, но и отличной игрой Артеги в нем. Она получила приз от MTV Movie & TV Awards за лучший испуг в кадре. Зритель явно соскучился по качественным слэшерам, что нашло отражение в отличных кассовых сборах. При бюджете ужастиков 24 миллиона по всему миру удалось собрать 140. В связи с этим создатели фильма тут же объявили о запуске шестой части хоррора, выход которого запланирован на весну 2023-го. Дженна Артега снова появится в нем в роли старшеклассницы Тары Карпентер и продолжит спасаться от леденящего душу призрачного лица. На этот раз действие фильма перенесется из Вудсборра в Нью-Йорк, что должно добавить в сюжет динамики и красок. Дженна настолько убедительна в подобного рода ролях, что в марте 22-го года вышел еще один фильм ужасов с ее участием. Американо-канадская картина Икс, в которой актриса сыграла одну из главных ролей, была положительно воспринята как критиками, так и аудиторией, завоевав свой фан-пул, хотя успеха, очевидно, было недостаточно для съемок продолжения. В июле на экраны вышел еще один фильм ужасов с участием актрисы. Американская резня или «От рассвета до заката» от мастера жанра Диего Халливиса явила миру нетривиальный сюжет, в котором монстрами становятся безобидные, на первый взгляд, пожилые люди. «Если бы она была по девочкам, я бы тоже подкатила». «Да, ну…» «Хотя… выбора у нее тут все равно нет. Расслабься, я не стану тебе мешать». В ноябре 22-го года грянула сенсация в виде нового проекта Тима Бертона «Уэнздэй». Первый сезон сериала показал самый успешный старт в истории англоязычных шоу Netflix. В первую неделю количество часов просмотра составило 341 миллион 200 тысяч. Роль Уэнздэй из «Семейки Адамсов» досталась Дженни непросто. Тим отсмотрел сотни претенденток на роль и утвердил актрису только после того, как она смогла показать свой недюжинный актерский талант. Случилось это, кстати, дистанционно, поскольку у актрисы были съемки в Новой Зеландии, а на онлайн-прослушивание девушка пришла в том образе, в котором снималась – с огромным порезом, глицериновым потом на лице и с цинической кровью на волосах. Режиссеру было важно, чтобы исполнительница главной роли была похожа на актрис немого кино, имела возможность выразить сильные эмоции одними глазами. На съемочной площадке он требовал от девушки вести себя, словно она манекен, и изводил гримеров тем, что чуть ли не по линейке выверял идеальные косички героини. Иногда он выходил из себя, если волоски на его взгляд лежали недостаточно ровно, и тогда отнимал расческу и сам доводил ее образ до идеала. Но Ортега тоже не лыком шита – она бесстрашно вступала с Мэтром в спор относительно роли. И даже видавшая виды Кэтрин Зетта Джонс, исполнившая роль Мартиши Адамс, поразилась напору и силе духа молодой актрисы. Дженна отказалась от использования дублеров и ради роли научилась фехтовать, стрелять из лука и играть на виолончели. А еще она придумала главные фишки своей героини – немигающий взгляд и танец в четвертом эпизоде. Его актриса поставила сама. Результат можно смело сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы. Странный набор движений вкупе с той самой игрой одними глазами моментально сделал сцену культовой. Песня, под которую отрывается Юна Адамс, называется «Гу-Гу-Мах» и исполняет ее рок-группа The Cramps. Примечательно, что скачивание этого трека на популярной платформе Shazam после выхода фильма взлетели аж на 8000%. Также в воронку всеобщего ажиотажа попала и песня Леди Гаги «Блади Мэри», под которую пользователи сети TikTok стали выкладывать свою версию танца. В начале декабря исполнительница и сама присоединилась к вирусному тренду, сняв ролик в духе фильма. Сама Дженна тоже собрала знатный урожай со своего легендарного танца. Буквально за 10 дней количество ее подписчиков в Instagram взлетело на 10 миллионов, а к началу декабря эта цифра перевалила 20, и Дженна на этом не остановится. В 2023 году в прокат поступит комедийная мелодрама «Девушка Миллера», в котором Дженна сыграла с Мартином Фриманом, а также выйдет фильм «Лучший вид», который подарил девушке возможность поработать с таким непревзойденным профессионалом, как Томми Ли Джонс. И снова это будет триллер. Даже беглого взгляда на фильмографию актрисы становится достаточно, чтобы сделать вывод о том, что особую любовь она испытывает именно к этому мрачному жанру. Сама Дженна признается, что ее увлекает мрачный мир триллеров и хорроров. Объясняет это она тем, что ее привлекают отталкивающие вещи и события, которые при ближайшем рассмотрении оказываются совсем не такими. А еще съемки в кровавых ужастиках помогли ей выбраться из состояния пугливого котенка. Однажды она выдала прессе свою маленькую тайну, рассказав, что в детстве препарировала мертвых животных, которых находила на заднем дворе своего дома. Кстати, Дженна продолжает жить в этом же самом доме до сих пор и пока не обзавелась собственной виллой на берегу океана или фешенебельным пентхаусом в Нью-Йорке. Но все еще впереди, ведь уже сейчас на счету у девушки скопилось 3 миллиона долларов. А с учетом огромной шумихи, сопровождающей выход Уэнсдэй, можно ожидать, что базовые гонорары восходящей звезды очень скоро устремятся вверх. Текущие ставки актрисы не разглашаются, но известно, что ведущие актеры в подобных проектах Netflix получают в среднем 40 тысяч долларов за серию, а в случае востребованности сериала могут возрастать до 300 тысяч. Доход приносит не только съемки в кино и сериалах, но и рекламные контракты. Один из них появился у Дженны благодаря ее прилежности. С 14 лет она вела дневник, куда записывала советы работавших с ней визажистов и парикмахеров. Записи, касающиеся здоровья кожи и волос, очень заинтересовали маркетологов косметической компании NeutroGina и послужили поводом к длительному сотрудничеству. Кроме того, этот опыт натолкнул юную звезду на мысль о том, чтобы попробовать свое перо в более масштабном проекте. В 2021 году Дженна заявила о себе как о начинающей писательнице. Ее книга под названием «Это все любовь» уже расходится как горячие пирожки. По сути, произведение является подборкой вдохновляющих отрывков из жизни актрисы, которые подаются в простой и позитивной манере. Лид — мотив книги, на каждое падение в жизни приходится один взлет, и всегда есть возможность изменить действительность к лучшему. Поклонников изумляет и восхищает тот факт, что она написала ее еще 17-летним подросткам. В 2018 году девушка поделилась в своем инстаграме радостной новостью о том, что она получила водительское удостоверение. Тогда она заявила, что ей не хватает только машины. Зато уже сейчас у Дженны имеется небольшой собственный автопарк. Туда входит легендарный немецкий кроссовер Audi Q3 черного цвета, а также есть сообщение о том, что «Артега» владеет BMW M235i, цена которого в среднем составляет 45 000 долларов. Помимо съемок активная девушка обратила свой взор на остросоциальные проблемы. В частности, Дженна является послом UNAIDS – программы ООН по борьбе с распространением ВИЧ. Кроме того, она защищает людей от дискриминации по национальному признаку и занимается поддержкой детей больных раком. Дженна Ортега – восходящая звезда, за которой крайне интересно наблюдать, и которую бесспорно ждет большое будущее. Она живая, талантливая и перспективная, однако из-за стремительного взлета своей карьеры девушка была лишена обычного детства и школьных шалостей. Сейчас Дженна очень сожалеет о том, что в ее жизни не случилось ни выпускного бала, ни турбулентности подросткового возраста. Это является ценой за популярность и успех, но одновременно дает надежду на то, что она направляет нерастраченную энергию и эмоции в творчество. В юности Дженна мечтала стать первой женщиной-президентом или астронавтом. Возможно, одно из этих желаний скоро сбудется, пусть и в кино. Думаю, можно было задержаться на последнем кадре. Я тоже так думаю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.